Жаркое летнее солнце может подарить не только приятные минуты отдыха на природе в хорошую погоду, но и спровоцировать солнечные или тепловые удары. Во время зной опасность может подстерегать повсюду – на берегу реки, в офисе, городе или квартире. К счастью, пока пострадавших от высоких температур в городе над Бугом не наблюдается. За этот период, что установилась достаточно жаркая погода, в нашей стационаре не было ни одного обращения пациентов с осложнениями, солнечный удар, цикловой удар, либо ожоги. В прошлом году поступало 6 пациентов, один из них с тепловым ударом. Тепловой и солнечный удар – опасные состояния, которые без своевременной помощи напрямую угрожают жизни человека. Как правило, погубное воздействие жары, кроме температуры и общего недомогания, часто отражается на коже. Проявляется это над нарушением сознания, подстанением кожных покровов, кожные покровы становятся холодные. В дальнейшем может приводить к судорогам, нарушению сознания, вплоть до остановки кровообращения. Если мы видим, что пациенту становится плохо, предполагаем солнечный удар, поместить его в холодное помещение, в тень, снять одежду, попытаться те участки тела, которые возможно смазать, протереть, либо салфеткой, если есть под рукой, либо ткань, та же майка его, смоченной водой, давать побольше пить. Ну и, конечно, желательно, если видим, что человеку плохо и лучше не становится, предстоит за квалифицированной медицинской помощью. Кроме угрозы получить солнечный или тепловой удар, летний зной несет в себе опасность для людей, имеющих хронические заболевания. Постоянно высокие температуры могут значительно ухудшить их состояние. В группе рисков в целом, да, пациенты с хронической патологией, это ишемическая болезнь сердца с хронической сердечной патологией, пациенты с заболеванием легких, пациенты с онкологическими заболеваниями. Вот основная категория пациентов. Чтобы аномальная жара прошла для вас без последствий, следует соблюдать простые правила. Не стоит также забывать о том, что дети также находятся в группе риска. А если все же солнечные лучи добрались до вас, и вы почувствовали недомогание и головокружение, то непременно стоит обратиться к врачу. Желательно днем окна держать закрытыми, завешенными шторами, и открывать лучше на ночь, когда температура окружающей среды значительно снижается. Если есть системы кондиционирования, конечно, хорошо им пользоваться, но не ниже температуры 22-23 градуса по Цельсию, потому что тоже возрастает риск острых респираторных заболеваний. Если же нет, могут использоваться, скажем так, подручные средства, это вентиляторы. Перед вентилятором можно поставить емкость с жидкостью, тем самым под потоком воздуха жидкость будет испаряться, что может снизить температуру помещения на 2-3 градуса. Общие такие правила, конечно, соблюдать питьевой режим. В такую жаркую погоду минимум 1,5-3 литра жидкости нужно употреблять в течение суток, причем не употреблять газированные, сладкие напитки, употреблять обычную негазированную воду, негазированную минеральную воду, дабы поддержать на должном уровне водно-электролитный баланс. Все газированные, сладкие напитки, они жажду не утоляют, и, естественно, их тоже замедляют обмен. Ни в коем случае не употребляется алкоголь. Горожане стараются справляться с жирой своими силами. В ход идет все – вентиляторы, кондиционеры, здоровый сон, прохладные напитки. Дом на полотенце мокрое, протрешь тело – все хорошо. В понедельник на пляже были, вон загорели, пришли тело сжет полотенечком, а сейчас воду горячую отключили, вообще такой душик прохладенький, все чудесно, прекрасно. Хорошо себя чувствуете в жирой? Да нормально. Утром таблеточкой давление выпила, целый день хорошо. Мы с жарой как справляемся, мы ее стойко переносим, понимаете, невзирая не на все вот эти погодные условия. Просто нужно понять, что жарко, и не надо отклоняться, как говорится, на какие-то что-то вот прям тебе на море, в воду. Просто сиди спокойно и жди, когда пойдет дождик. Сегодня, например, был дождик. Мы были счастливы и довольны. Вообще я тяжело переношу, сплю и пью холодную воду. Гуляем только утром и вечером, днем дома сидим. Так все. А дома как спасаетесь? Да никак. Терпим. Будьте внимательны и берегите свое здоровье. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.